Здравствуйте, меня зовут Самоленко Наталья, и вы снова на канале Европлант Лайф. Сегодняшний сюжет является продолжением прошлого ролика. Мы поговорим с вами о контейнерном озеленении. Мы решили немножко не занудствовать, а сделать небольшой экспромт. Поэтому этот ролик выйдет при поддержке садового центра Европлант, который любезно предоставил растение. При поддержке компании Лайтсвуд Екатерины Крыловой, в чьи кашпо мы будем высаживать композицию, и нашей новой дебютантки Дарьи, выпускницей строительного колледжа по профессии ландшафтное строительство. Посмотрим, что получится. Если честно, я не знаю, чем дело закончится. Это действительно экспромт. Мы Дарью поместили на веранду, а я спряталась за верандой. Мне видно ее, а ей не видно меня. И я буду комментировать. Причем, как мне кажется, критиковать я буду абсолютно все. А в конце сюжета я расскажу, как сделать так, чтобы ваши растения, высаженные в контейнеры, если предполагается, что они там должны зимовать, зимовать не один год и при этом себя хорошо чувствовать, что для этого нужно сделать. Итак, начнем. Дно кашпо мы заделываем геотекстилем черным с помбондом. Здесь достаточно большие щели. Ну и на самом деле доска в итоге прослужит гораздо больше. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, это делается не для утепления, а больше для того, чтобы кашпо дольше прослужило. Утеплять внутренние стенки кашпо, да, контейнера не имеет никакого смысла. Почему, я в дальнейшем вам расскажу. В идеале было бы неплохо на дно засыпать керамзит. Ну, как-то так получилось. У нас идея ролика оказалась очень спонтанной. Мы не запаслись керамзитом. Но если вы будете делать хотя бы сантиметров 10, я бы, наверное, все-таки дно засыпала. В данном случае это имеет смысл. Не имеет смысла, когда мы это делаем в большинстве случаев у себя на участках. У нас есть отдельный сюжет, посвященный этому. Но здесь принцип обыкновенного посадки комнатного растения. Вот как мы делаем дренаж в горшке, высаживая фиалки, да, предположим, здесь все то же самое. Дальше засыпаем всю землей. Мы немножко испачкали кашпо, но ничего страшного, потому что краска уличная. Высыпаем землю, ее разравниваем, слегка ее трамбуем. Пакетированная земля состоит в основном из торфогрунта. Поэтому она очень хорошо уминается. Ну, по нашим прикидкам, на такое кашпо у нас будет где-то 3,5 мешка. Посмотрим, угадали или нет. Мешки по 50 литров. Надо сказать, что в качестве помощника мы попросили нам помочь сделать эту композицию нового сотрудника компании Европланта, Дарью. Она проходит у нас практику. Ну, на самом деле, очень интересно, не получится ли так, что по окончании практики Дарья решит, что эта профессия не для нее. Как знать. А может, наоборот, она не сможет представить свое будущее без растений. Еще очень интересно, Дарья, как минимум, в садовом центре, помимо того, что узнала о великом многообразии растений и научилась высаживать растения в кашпо, наконец-таки узнала, что есть садовый мебельный степлер и как им пользоваться. Теперь это ее самый любимый инструмент. После секатора, конечно. Напомню, что после полива немножко земля осядет. В такие смеси, как правило, добавляют еще перелит. Ну, и мы подошли к самому интересному, это к озеленению. Вставление композиции я не вмешивалась. Дарья сама выбрала те растения, которые она предполагает должны здесь расти. У нее по списку кизильник горизонтальный, вигелла, барбарис и небольшой скальный можжевельник. Посадка будет достаточно плотная, потому что пока что предполагается, что это сезонное кашпо, но я вам в конце ролика обязательно расскажу, как сделать так, чтобы это кашпо было не сезонное, а на долгое время. Хотя я уже сейчас вижу, что, наверное, 4 растения у нас с вами не поместятся. Интересно, кого Дарья выкинет из этой композиции. Мы, на самом деле, специально взяли такой формат ролика. Мы не знаем, что в итоге получится. Получится ли хорошо, или получится плохо, или никак не получится, или это будет самая ужасная композиция, которая, возможно, или наоборот, самая прекрасная. Потому что, наверное, нечестно все снимать по-чистовую. Мы тоже делаем ошибки, у нас тоже есть неудачи, мы иногда ошибаемся, есть вещи, которые мы не знаем, есть в чем сомневаемся. Но мы просто хотим быть максимально искренними для вас. Кизильный горизонтальный подсажин, речь, очередь уже дождьла до Вигеллы. Напомню, что сама по себе Вигелла не очень хорошо зимует в нашем регионе. Ей нужно место, защищенное от холодных ветров. Но, если честно, я думаю, что в кашпо у нее гораздо больше шансов, нежели в открытом грунте. Почему? Потому что все-таки в контейнере земля гораздо лучше прогревается, и вегетация начинается немножко пораньше. Если вы будете повторять Дашину композицию, то остановитесь на одной Вигелле, а не на трех. Три, на мой взгляд, это немножко перебор. Ну, сейчас посмотрим, может быть, Даша и уберет несколько, потому что количество растений у нее достаточно великое. Я посадила сюда максимум три растения, но у нас уже здесь сидит четыре. Ну, вот из трех Вигел все-таки осталось две. Видимо, Дарья читает мои мысли. Я на самом деле нахожусь за стеклянной верандой, поэтому я вижу, что Даша делает, а Даша не слышит, что я говорю. Ну, я так надеюсь. Я хочу, чтобы вы понимали, что есть принципиальная разница между композицией, которая будет на сезон. Вот вы весной ее создали, и осенью вы вытащили растения из единого контейнера, да, и рассадили у себя по участку. Между той композицией тогда предполагается, что растения должны находиться там достаточно долгое время. В первом варианте вы можете делать плотную посадку, у вас фактически будет контейнер в контейнере. Во втором варианте хотелось бы, чтобы все-таки в будущем корневой системе было туда расти, и горшочек к горшочку не соприкасался. Поэтому то, что делает Дарья, это больше такая сезонная композиция. Она порадует вас, а уже осенью ее надо будет рассаживать. Иначе растением будет крайне тесно. Хотя обратите внимание, Дарья делает так, как будто она предполагает, что это будет сидеть здесь очень долго. Она разминает контейнерный ком для того, чтобы растение тут же сообразило, что его высадили в открытый грунт. И это действительно правильно. Вообще составление позиции из хашпо – это достаточно интересная вещь. Это фактически флористическое искусство. Признаюсь, у меня никогда не получались красивые букеты. Интересно, что сюда пойдет? Еще один барбарис или можжевельник? А может быть, еще один барбарис и можжевельник? А вот у нас вернулась третья вигела. На самом деле, с точки зрения композиции, мне нравится. Есть большая вертикаль, есть раскидистое растение, поменьшее, и оно имеет постоянную яркую окраску. Я имею в виду барбарис. Есть цветущий элемент – это у нас с вами вигела. И есть такая жесткая структура, не спадающая – это кизильник. Хотя, если бы была я, я бы на самом деле взяла более простой ассортимент. Я бы взяла маленькую горную сосну, менджолеп и, допустим, тот же самый какой-нибудь яркий барбарис или спире. Барбарис или спире – они просто поиграли момент яркого акцента. Можжевельник прекрасно не спадал бы с кашпо. В зимний период. А сосна играла бы такую роль, ну, больше бы на оттенках зеленого. Сочный, красивый менджолеп и темно-зеленая сосна. Оттеняемая желтолистой спиреей или краснолистой барбарисой. Кому как больше нравится. Ну, вот структура композиции готова. Осталось немножко досыпать земли. Даже в этом варианте мы с вами помним про корневую шейку. Почему-то мне кажется, что если Дарья будет руками засыпать землю, у нее получится гораздо быстрее, нежели лопаткой. Все-таки, видимо, сквозь стекло меня слышно. Почти все готово. Остается два очень важных пункта. Первый пункт обязательно пролить после посадки. Во-первых, сразу будет видно воздушные карманы, там, где плохо утрамбовалось. Во-вторых, я еще раз вам напоминаю, на эту тему есть несколько выпусков на канале, что поливаете всегда, в какую бы погоду вы не сажали, даже если на улице заморозки. Ну, и мульча тоже несет достаточно важную роль. И во многом замульчируете вы ваш контейнер или нет. Именно от этого зависит, насколько хорошо у вас перезимует эта композиция. Вот мы пролили наше растение. Сейчас немножко подождем, пока вода уйдет. Еще чуть-чуть добавим земли, потому что наверняка она утрамбуется. И будем мульчировать. Первая в жизни кашпоп, первая в жизни композиция у Дарьи, на мой взгляд, получилась еще даже неплохо. Глядя на то, как Дарья работает, меня, наверное, переполняет гордость, потому что обычно, как говорят, ну вот в наше-то время мы-то делали. А оказывается, новое поколение, которое идет нам на смену ничуть не хуже, а даже лучше. Я помню первое свое кашпоп, вот первый такой контейнер, я его переделывала раз пять. У Дарьи получилось с первого дубля. Еще один такой момент, достаточно важный. Я напоминаю, что мы сначала проливаем, а только потом мульчируем, потому что мульча сохраняет именно то, что она покрывает. То есть, если вы сначала замульчируете, а потом сверху будете проливать, то нет гарантии, что целиком почва промочится и пропитается влагой. Поэтому сначала хорошо проливается, и только потом сверху мульчируется. Самый последний штрих мы наводим в марафет. Ну вот, композиция закончена. Смотрим на счастливое лицо, ее создательница. Вот такое хулиганство у нас получилось. По-моему, для первого опыта совсем неплохо. А теперь давайте серьезно. Несколько слов о самом контейнерном озеленении, как сделать так, чтобы растения у вас зимовали. Есть несколько нюансов. Первое, вы тщательно подбираете вид. Растения должны быть достаточно зимостойкие. Пограничные формы рассматриваются только в том случае, если вы на зиму планируете разбирать такой контейнер, да и высаживать растения в грунт. У меня есть очень большие сомнения, перезимует ли это композиция или нет. Почему? Потому что у кизельника горизонтального есть особенность. Вот вспомните, у кого он сидит на подпорных стенках. Он за зиму прекрасно у вас разрастается, свисает в стенки. В принципе, это именно тот эффект, который вы хотели добиться. А весной все, что висело в воздухе, у вас замерзает. Вы вынуждены это обрезать. Причем четко по уровню вот этого вот. Не важно, бетонная ваша стенка, деревянная, чтобы это не было. Здесь, скорее всего, будет ровно то же самое. Если у вас по плану растения должны свисать, то есть они должны быть ампельными, то выбирайте немножко другие сорта и другие породы. К примеру, стафанандр. После сильного снега она вот так вот прижнется к бортику, и в итоге она не замерзнет. Либо если это можжевельник, это может быть вилтони, это может быть айсблю, что-нибудь в этом роде. Это первая хитрость. Вторая хитрость, еще раз напомню, что неплохо было бы все-таки хотя бы сантиметров 5-10 на дно закинуть керамзит. И не нужно утеплять внутренние стенки контейнера. Во-первых, вы сокращаете его площадь, и тогда вы вынуждены делать контейнеры намного больше. Проще сделать по-другому. Земля-то у нас с вами все равно промерзнет. Но вспомните, если вы в декабре месяце захотите выкопать яму, то редко бывает зима, когда у вас это получится. Скорее всего, верхние 30-40 сантиметров будут промерзшими. Так и здесь с контейнером. Поэтому, если уж вы так сильно переживаете, то на осень после первого заморозка вы внешние стенки контейнера утепляете. К примеру, листами пенопласта. Просто, но вовнутрь смысла не имеет. Еще одна очень важная особенность заключается в том, то есть мы берем с вами зимостойкий вид, да, без пограничных. Мы засыпаем дно керамзитом. Мы, если утепляем, то утепляем с вами с внешней стороны. Мы стараемся, чтобы контейнеры зимовали на солнечном месте. Это первый момент. И максимально безветренном. Потому что если вот так вот оставить хуйной, то, скорее всего, холодный ветер просто выдает влагу, которая есть. Но самый главный секрет – вы обязательно мульчируете. Обязательно мульчируете сверху. Зачем? Мульча не является утеплителем. И мы с вами об этом говорили, и говорили об этом с вами не раз. Но мульча сохраняет то, что она укрывает. Она защищает. Поэтому первые сильные заморозки берет на себя понижение температуры именно мульча. За счет этого земля гораздо более постепенно промерзает. То же самое происходит и весной. Наоборот, когда у нас с вами замульчировано, земля под мульчой оттаивает гораздо дольше. Поэтому весной нужно гораздо раньше начать проливать ваши контейнеры, нежели вы начинаете проливать растения в саду. Потому что и снег здесь сходит, и контейнер прогревается, и вегетация может начаться раньше. А вообще, на самом деле, мне нравится такой тип озеленения. Он не обязательно должен применяться исключительно на крышах, или только на парковках, или на участках, где не осталось земли под сад. Он может применяться где угодно. У вас большая веранда, отлично. Поставьте себе такие ящики и варите. Просто помните, вы начинаете поливать гораздо раньше. Обязательно мульчируете, обязательно проливаете. И не забывайте кормить. Я не очень большой сторонник применения удобрений, но здесь вы помните о том, что с регулярным поливом все питательные вещества у вас, к сожалению, вымывается. Поэтому вы должны будете эти растения дополнительно подкармливать. А на этом все. Я хочу сказать большое спасибо нашему садовому центру, который любезно предоставил эти растения. Я хочу отдельно сказать спасибо Екатерине Крыловой и ее супругу, которые наконец-таки начали производство вот таких вот замечательных контейнеров. И ссылка на их изделия будут внизу под описанием. И, конечно, я хочу сказать спасибо Дарье. Мне было очень приятно наблюдать за тем, как она работает. И я поздравляю ее с первым дебютом. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!